Вот так сейчас выглядит тротуар на спуске пятой просеки. Плитка вздулась, бордюрный камень завалился в кювет, лестница тоже пострадала. Больше всего досталось свежим элементам благоустройства, а также тротуару на территории новой школы номер 26. Отсюда и начался потоп. Из-за причиненного ущерба администрация Самары назначила проверку, в ходе которой установили главную причину. Все дело в неработающей канализационной насосной станции. КНС, которая построена для сбора дренажных вод с двух школ, в настоящий момент не подключена и она не функционирует. Вся причина разрушения на пятой просеке именно в этом. К сожалению, получилось так, что размыло тротуары, плитка разрушенная. Во время комиссионного осмотра эксперты установили, что разрушения произошли из-за ненадлежащей организации работ подрядчикам, которые занимаются возведением корпусов школы. В проекте предусмотрена система сбора ливневых стоков и отведения их через канализацию. Однако подрядная организация систему водоотведения не запустила. Из-за этого начала скапливаться вода, которая шла по трубе, в том числе из озера Леснуха. Оно находится недалеко от школы. Там сейчас есть либо переливная труба, либо какая-то дренажная система, через которую избыток воды из озера Леснуха перетекает в некий исторический овраг, который при строительстве школы был засыпан, но проектировщики школы предусмотрели компенсационные мероприятия в виде достаточно мощной канализационной насосной станции. Эта канализационная насосная станция в том числе должна была бы принять сток от перетока озера Леснуха. Так как подрядчик не запустил систему водоотведения вовремя, вода размыла самый нижний колодец, после чего устремилась на частную территорию вблизи школы и потекла вниз на благоустроенный спуск на пятой просеке. По итогам комиссионного осмотра был составлен акт. В адрес подрядной организации направлена претензия с требованием незамедлительно запустить систему ливневой канализации согласно проекту. Кроме того, подрядчика обязали за свой счет восстановить разрушенный тротуар и плиточное покрытие. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...